Все изменения в карибских программах гражданства за инвестиции. В последние недели произошли большие изменения в программах гражданства за инвестиции у некоторых карибских стран. Поэтому мы решили собрать в одном сообщении все, на что обязательно надо обратить внимание. 1. Сен-Китс и Невис. Самое маленькое суверенное государство на подветренных островах предлагает выгодное предложение для семей из 4 человек. Теперь в фонд устойчивого развития страны достаточно инвестировать в 150 тысяч долларов США вместо 195 тысяч долларов США. Предложение действует до конца 2020 года. 2. Сент-Люсия. Остров в форме капли. Предлагает инвестировать в 2 раза меньше, чтобы получить гражданство через облигацию COVID-19. 3. Сент-Люсия. Если раньше инвестору предлагалось внести 500 тысяч долларов США, то сейчас достаточно 250 тысяч долларов США. Предложение ограничено по времени и действует только до 31 декабря 2020 года. 4. Еще одно важное изменение в категории из дживенцев, которое стало шире. Критерии для тех, кто может считаться. 5. Ребенок заявителя или его и ее супруг, который младше 21 года, ранее ребенок должен был быть младше 18 лет. 6. Ребенок заявителя или его и ее супруг, не старше 30 лет, ранее 25, который полностью поддерживается финансово основным заявителем. 7. Возраст родителя основного заявителя или его и ее супруги были снижены с 65 плюс до 55 плюс, но родитель по-прежнему должен находиться в финансовой зависимости от основного заявителя. 8. Сестра или брат основного заявителя, не достигшего 18 лет и получившего согласие от своего родителя или опекуна, могут подавать заявление на получение гражданства. Это совершенно новая категория квалификационных и жди венцев. 9. Доминикана – одно из самых красивых мест мира, развивающее направление экотуризма, также сделало интересное предложение для инвесторов. 10. Экономический диверсифицированный фонд. 10. 175 тысяч долларов США будет достаточно для семьи из 4 человек, вместо 200 тысяч долларов США. 11. Минимальная сумма для инвестиций в недвижимость осталась прежней, а вот государственный сбор не изменился. Что касается иждивенцев, то теперь можно добавить в заявку. 11. Детей до 18 лет и с 18 до 30 должны быть студентами и получать полную финансовую поддержку от основного заявителя. 12. Детей с физическими или умственными недостатками любого возраста. 13. Родителей, бабушек и дедушек. 14. Биологические или законно усыновленных братьев и сёстр от 0 до 25 лет. 15. Можно сказать, что после этих изменений действительно каждый сможет найти самый идеальный вариант для получения второго гражданства. 15. Музыка. 15. Музыка. 15. Музыка. 16. Музыка. 16. Музыка. 16. Музыка. 16. Музыка. 16. Музыка. 17. Музыка. 17. Музыка. 17. Музыка. 17. Музыка. Продолжение следует...